Это был вот так сложенный большой альбом вручную, фотографии, которые помогли нам снять линии обороны. Ушло на это полгода. Полгода путешествий по всему Петербургу и потрясающие съемки, потому что изменились ландшафты, на месте деревень проспекты, на месте деревянных домов стоят почти небоскребы. Белла Куркова показывает материалы к своему документальному фильму о Данииле Гранине, снятом к столетию писателя. Премьера состоялась в январе 2019-го на телеканале «Культура». Когда перебираешь старые фотографии, возникает странное чувство. Я это или не я? Вот 20-летний солдат. Что это за встреча могла бы быть с этим парнем у меня? Не представляю себе. На творческом вечере в Доме Российского Исторического Общества Белла Куркова поделилась воспоминаниями о том, как проходили съемки. А началось все, по ее словам, много лет назад со знакомства с Граниным. Так случилось, что мы начали когда-то давно с ним работать. Сначала просто чисто формально, а потом постепенно подружились как-то вот, ну, нашли друг друга. Главная линия фильма посвящена блокаде Ленинграда. Гранин защищал город в составе народного ополчения. Мы начали двигаться на передовую. Кадровые части Красной Армии отступали, проходили через нас. И от них мы получали, выпрашивали гранаты, винтовки. Даже некоторые разжились автоматами. В фильм вошли эпизоды, снятые в разное время. Один из последних – вручение Гранину госпремии. Белла Куркова рассказала о том, что осталось за кадром. Мы собрались все, значит, в белом зале Константиновского дворца. И когда открылась дверь, и пока президент уже приехал, Гранин с двумя палочками, этому никто не показали, ни одна компания не показала. Вы знаете, едва передвигаясь к нему бросился и президент помогать, и охрана, и всех, кто пытались, он всех разогнал, он до места, вот шажок за сашком, преодолевая. Мы все стояли и плакали. Рассказала Белла Куркова и о карте внутренней блокады. Она была составлена по просьбе Даниила Гранина на основе документальных источников и архивных фотографий. Он мне все время говорил, Белла, ну что такое, всяких карт продают. Почему же не продают вот настоящую квартирную, уличную блокаду? Она же совсем другая, чем вот эта большая, где немцы, вот где наши сражаются, и все, и я сам сражался. Надо вот это, мы же с Олесин собирали специально, вот блокада, которая наступала в квартире, на улице. Эта карта и определила географию съемок фильма. Его литературной основой стала знаменитая блокадная книга, написанная Граниным совместно с Олесем Адамовичем. В ней впервые в советской литературе было рассказано не только о героизме и подвигах, но и о простой, а точнее невыносимо тяжелой жизни ленинградцев во время девятисот дней блокады. Мы познакомились с такими зловещими историями, с таким ужасом, с такими кошмарными делами, которые мы просто считали невозможным оставить в книге. Это мы уже были цензорами. Не в силу каких-то политических причин, нет, в силу того, что литература не выдерживала это. Не выдерживала просто.